здравствуйте друзья ролик присланный подписчикам нашего канала сразу говорю выхватил чуть-чуть послушал понравилось теперь будем слушать вместе с вами на самом деле хороший ролик судя по всему попробую какие-то комментарии вставлять если вам если это сочту необходимым но автору отдельное спасибо конечно поехали слушаем добрый вечер добрый добрый матвей владимирович все верно совершенно все верно тинькофф банк сергей кредитный инспектор отдел реструктуризации по маму мы с вами договаривались на перезвон да мы с вами договаривались на перезвон до 24 числа вы с моим коллегой общались не готовы были назвать какие-то конкретные даты и суммы поэтому сказали что вам уж перезвонить все так помечено сергей давайте для начала и хочу услышать вашу фамилию имя и отчество полностью калашников сергей юрьевич вам не юрищик породила реструктуризации знаете ваши коллеги заняты каждый день за исключением там может быть один-два дня в неделю после 24 числа уже было ход 24 договорить уже была куча звонков и неотвеченных сразу небольшая поправка 1 1 был неотвеченный я был там не слушал телефон скажем так так и я уже давно обозначил им позицию свою что я готов готов выслушать рассмотреть все предложения которые банк не предлагает письменном виде понимаете пожалуйста мы высылали у нас шаблон предложения у нас один вы понимаете и должны кажется на напомнить пожалуйста еще раз имя отчество сергей юрьевич сергей юрьевич до меня ничего не доходило я вам заявляю со всей ответственности если банк собирается предложить мне реструктуризацию я хочу хочу увидеть новый договор на бумаге потому что это будет новый договор понимаете как я могу согласиться с новым договором не читая его как согласиться с ним и не надо соглашаться у вас акцептирование договора реструктуризации будет только после спустя 25 дней после внесения первой суммы на старый договор ну так вы понимаете то есть я внесу какую-то сумму да а потом меня если не устроит новый договор если в нем будут какие-то пункты которые меня не устроят и как нам тогда заставить вас на этот новый договор платить никак вы просто будете по старому а то есть я выкину сейчас деньги стоп что значит у вас текущий то договор никто не отменял по текущему договору нет трудное финансовое положение именно поэтому мы вам и предлагаем снизить все просто модель усложняйте сейчас нет я ничего не усложняю для того чтобы заключить новый договор я хочу его прочитать по моему это довольно таки легко послать человеку копию договора как он будет выглядеть правильно почта россии это делается там 4 листа ваш новый договор как мне сказали да это делается в течение пяти минут послать человеку почты новый договор чтобы он его изучил и если его там все пункты устраивают а в принципе предложение неплохое да но меня может быть устроит если меня устроит все пункты договора может там есть блин там пункт договора что я если перестану выплачивать почку свою буду отдать так меня же это не устроит правильно зачем утрирует не но я вам образно говорю чтобы меня поняли я вас все равно не пойму потому что я знаю как это происходит и мне что-то подсказывает что и вы догадываетесь как это будет происходить вы просто время тянете мы вам вышлем обычное предложение это аферта будет она ни к чему вас не будет обязывать в чем же проблема ламмы то есть договор отверстили ни к чему не обязывает я вас правильно понимаешь нет конечно я киан сейчас буду высылать какое-то предложение предложение как она вас к чему-то обяжет я понять не могу до 2 кроме буклеты которые вам дают на улице чем-то обязывать вот это предложение это предложение съемку делаю вкусной форме если вы на него согласны я не прошу вас на новый договор сразу деньги вносить на старый так вы должны по-старому только в меньшей сумме тысячу даже если вы готовы сейчас внести а готовы вам дай бога рима че-то не уже там дай вы понимаете то тысячи это тоже деньги тоже деньги которые пойдут на погашение текущего долга его так и так надо гасить ну я буду выделять другом формате другом фа и потом вам придет оферты если она вас не устроит да не платите по ней в конце-то концов все у нас простые предложения эти вы сейчас вот не звоните для того чтобы предложить мне реструктуризацию правильно вас понимаю давайте ну вот будем смотреть фактом в лицо вы звоните мне чтобы предложить мне реструктуризацию да реструктуризация подразумевает под собой новый договор правильно для того чтобы заключить договор между двумя сторонами обе стороны должны быть ознакомлены с договором логично я хочу ознакомиться с договором сергей я хочу это просто я хочу получить этот договор прочитать его да я согласен я ну если меня все устраивает я начинаю вносить деньги и мы работаем по этому договору но это по моему элементарно ознакомитесь ознакомить держим скал ознакомитесь да без проблем вышлем вам и на электронную и на обычную даже вышли мне пожалуйста чтобы я рассчитал хорошо дайте нам основание вам формировать договора на основание то есть вы мне сейчас предлагаете реструктуризацию да но основания для этого нету я так понимаю основание вам дать реструктуризацию до нас нет а тогда зачем вы мне звоните а тогда логика где зачем вы мне звоните тогда если нет основания предложить мне реструктуризацию как зачем чтобы вы нам дали эти основания внесите в эти деньги в конце то есть внесение денег основания на реструктуризацию да тогда я не так почему мы должны вам тогда я не согласен сергей яич тогда я не согласен почему объяснить причине почему тогда вы не желаете потому вы работаете это доводы нам мне предоставляли эти доводы ну какие-то не обоснованы должны денег скажет должны так но должны по договору кредитной карты все документы которые у вас там нужны вам были они у вас на руках эти документы но никак не обезопасили наш банк вы все равно не стали платить вы знаете откровенно если если мы будем да откровенно говорить то банк со мной ничего не потерял потому что я банку переплатил тело кредита и там и кучу процентов переплатил понимаете банк не в убытке банк не в убытке это как вы тогда считали так если не секрет а сколько лет я платил узнаете просрочек имеется ввиду ну вообще да вот до 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 прекращения поступлений сколько лет я платил просрочек два года и два месяца два года и два месяца да это сколько месяцев у нас получается 24 26 26 среднем где-то по 8 9000 до средненький да 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 начиная скажем так с четырнадцатого года ваш минимальный платеж был порядка 6 тысяч рублей но пускай даже возьмем 6 6 6 умножаем на 26 это элементарно сколько получается 6 умножить на 2 156 я вам помогу в среднем до 156 тысяч учитывая то что мы возьмем даже то что у меня последние года были восемь девять тысяч процентов но эти платежи до 8 9 ну не суть пускай будет 6 тысяч до 140 тысяч была карта да 140 вы переплатили целых 16 тысяч нет я я я я кладу к тому что банк ничего не потерял понимаете в принципе я готов я согласен с долгом я готов ну никак не готов скажем так я буду его оплачивать но вот в каком формате уже понимаете или это будет исполнительный лист у судебных приставов я буду его оплачивать или там я не знаю там если там банк будет там договор сессии там и это уже совершенно другая да проблема там это уже банк вообще не будет когда-то или или реструктуризация так я хочу почитать договор реструктуризации но вы его почитаете я понять не могу мы вам выслали приглашение которое вас ни к чему не обяжет так вы мне а почему вы можете не выслать договор вот нет такой у меня технического он выслать на мэл он на 17 месяцев вас на 17 месяцев рассрочка устроит данным я вам вышлю шаблон вам когда какое-то предложение делать в конце концов я привел пример неплохой достаточно вам на улице предложили стикер там сходить по скидке не знаю там купить там еды для собак это предложение она вас к чему-то обязывает я я не прошу вас предложение я вас прошу новый договор как будет а как я вам его сейчас сформирую на какую сумму на какие сроки так без суммы как будет выглядеть я не виду вы понимаете условия договора под какой-то там процент вот на 17 месяцев вам отправил только что примерное предложение на 17 месяцев разделить сумму вашего долга на беспроцентном это вы отправили мне предложение я хочу договором договор с вами формировать как объяснить я не знаю какую сумму мне прописать договоре в какие сроки конце концов мне еще нужно там я озвучивал вашим коллегам не раз мы с ними озвучивали и разговаривали по поводу сроков максимальной который банк может предложить пять лет и сумму сумма сейчас на данный момент же зафиксирована вот на сегодня рассчитайте мне вышлить договор я почитаю меня интересуют пункты договора понимаете меня не интересует сумма которая там платеж изменится там за неделю грубо говоря там ну пускай ну пускай 10 дней дойдет письмо почты россии я не знаю сколько до вас письмо даже будет идти какая на тот момент будет сумма вы понимаете как будет это выглядеть на сегодняшний день понимаете там разница будет в несколько десятков там сотен рублей но вопрос то в том что я хочу почитать пункты как будут выглядеть это несложно по-моему рублей кто он сказал что сотен у вас вы знаете какая разница будет разница будет в несколько сотен между тем что сейчас и через десять дней да с учетом того что у вас проценты с неустойкой по за прошлый даже месяц 7 крис но я говорю про черт месяц киргей юрьевич вы меня слышите а мне в договоре это сумму еще надо будет писать пишите сегодняшний давайте так давайте проще вы не будете со мной на это по этому факту спорить я вам скажу у нас нет технической возможности отправить вам сейчас нет финансовой возможности я платил где-то я в нет у вас есть я уверен потому что а зачем тогда мы вам будем высылать а ну тогда зачем вы мне звоните объясните если у вас денег нет я говорю уже что у меня сейчас денег нет каждый день на протяжении трех месяцев вашим коллегам и вы все равно мне тогда звоните где логика как где логика у нас работа такая это во первых мы предлагаем на два раз давайте пообщаемся мы общаемся уже конструктивно только мы общаемся подождите а конструктивизм будет заключаться в том что я буду как этот самый соглашаться на все ваши предложения это конструктивизм называется он конструктивизм это когда разговор приводит к выгодному для двух сторон условий правильно ну этому вообще вообще по факту для вас пока не будут выгодны потому что проценты там нулевые для нас выгоды никакой нулевых процентов если вы хотите сам договор сам договор без проблем первый рабочий день после оплаты на мэл тысячу внесете сейчас без проблем вот я заявляю вам под запись разговора сергей это запись разговора не является доказательством сергей кто вам это сказал кто вам это сказал что вы потеряете объясните мне пожалуйста что вы потеряете да ничего вы и так должны нам платить вы тысячу просто тысячу минимальный платеж ну я на эту тысячу затеряется я на эту тысячу смогу покушать два дня понимаете а она затеряется там в этой куче процентов а когда если банк обратится в суд да понимаете то во первых как бы уже и сумма будет совершенно не то который хочет банк получить правильно не понял а не понятно да наверно да не правда не будет больше она не будет сергей ну как она будет больше если есть 333 статья до штрафа которая список ваш штраф 590 рублей 590 рублей вот как раз я и тут там несколько тысяч тоже деньги правильно как раз они пойдут там на судебные издержки хорошо 600 рублей 590 на 5 месяцев просрочки 3000 если вам предложу списать 3000 при внесении 3000 вы согласитесь на это предложение непонятное предложение вы хотите чтобы вам что-то списали по суду я так понимаю списать эти 3000 можем нет а вы понимаете что по суду по исполнительному производству я буду платить совершенно не тот платеж который хочет чтобы я платил бар ну который банк хочет чтобы я платил понимаете в чем дело какое там процентовка от дохода своего будет там процентовку от своего дохода будете платить да да совершенно верно ценного заработка я буду платить процентов смотрю вы знаете как посуда долги то возвращать до пристав а теперь перед свек замечательно да мы видим и вы так точнее а то есть получается вы знаете как посуду деньги возвращают у вас доход будет вам его за вас заберут просто и а как вы думаете это сумма будет там четыре пять тысяч рублей или это будет гораздо большая сумма сергей юрьевич а юрьевич понимаете давайте вы хотите чтобы я вам рассказал как работать судебные приставы мне я и так знаю как они работают работать не давайте я вам расскажу как работать судебные приставы у меня такое ощущение что у вас смутные понятия вот вы видите вот вы видите что у меня есть исполнительные листы на мое имя я вам скажу что судебный пристав максимум может претендовать на 50 процентов моей социальной зарплаты это узнать закон да 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 ну далее давайте смотреть у меня есть иждивенцы это уже максимум 33 процента максимум что у вас есть не понял иждивенцы иждивенцы да а ну так вот вы выгоды этой хотите я понял почему вы тянете время теперь ну наконец-то подождите а в чем заключается выгода я же буду выплачивать банку под долг ну что я буду выплачивать и меньшими суммами вот в чем выгода ваша вот видите понимаете для меня будет для меня будет для меня будет да понимаете сейчас такое тяжелое финансовое положение что как бы для меня извините меня иногда и 500 рублей это деньги понимаете чего вы сразу то мне не сказали я просто понять не хочу вы для чего на моим коллегам голову морочите объясните почему я им всегда я им всегда откровенно говорил всегда откровенно мы в начале разговора вы мне не сказали я хочу платить приставам потому что я буду им платить меньше я соглашаюсь понимаете я соглашаюсь с долгом что я должен банку денег понимаете ну понимаете в чем вопрос я не могу платить сейчас на данном этапе жизни я не могу платить теми платежами которые я должен платить банку понимаете у меня вот сейчас вынуть из кармана 9000 в месяц для меня это сложно я понял понял поэтому вы хотите платить меньше мы предложили вы опять тянете время в общем у меня скажите вы работаете сейчас да я работаю официально 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 мы можем пометить данные вашего работодателя в анкете банка отпроси пожалуйста мне официальные запросы я официально вам отвечу ну я между почтой россии я для этого личные данные по телефону не сторонник разглашать их Для вас бумаги важны. Да, 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 совершенно верно. Без бумажки, без бумажки. Написано. Пункт 3.3.2. Обязанность ваша актуализировать данные в течение месяца. Ага, я согласен. Я согласен. Мы ждем данные вашего работодателя. Бумага у вас есть в слове банксвоба. А в анкете есть данные моего работодателя? Нет, вы их удаляли. Ладно, опять начинаете время тянуть. Это уже не в какие, скажем так, в рамки. Потому что... В общем, я сделал пометки, что вы хотите каких-то бумаг. Да, да, да. Я вам очагаю, чтобы мы не вышли вам ровным счетом никакого договора, аферта, кроме как элементарного предложения на 17 месяцев, без вашего платежа. Платить вы сейчас не готовы. Потому что у вас там принципы в конце-то концов, да? Ну, вы можете считать как вам угодно. Я вам озвучил свою позицию. По-моему, это вполне логично, да? Человек хочет почитать... Нет, это не логично. Это для вас не логично. Это вам понятно каждый день. Вам это надоело уже. Мне можно избежать тысячи рублей. И это нелогично, то что вы наше сейчас говорите. Да, ну что вы, меня не напигают ваши звонки абсолютно. Серьезно? В начале разговора мне так не показалось. Да нет. Таким уставшим голосом даже вдыхали. Да я работаю уже вторые сутки, понимаете? Кстати, хорошо, что вы работаете. Будет что забрать, как говорится. Ну, по-правому. Ладно, я вас понял. Пометку делаю, что условия вам были предложены максимально лояльно. По сути, вы же от них отказались. По факту, так? Ну, то есть именно на наши условия. Сергей Ильич, я вам сказал, я готов рассмотреть предложение банка, когда увижу его на бумаге. Я вам сказал, что такое возможности, я понял. Отказ? Ну, вы отмечайте там, как вам нравится. Ну, от наших условий, я же правильно выразился. Я же сказал, я не отказываюсь, я не видел ваши условия на бумаге. Хорошо. До свидания. До свидания. Отлично, шикарно. 5 баллов по 5-балльной и 10 по 10-балльной шкале, я считаю. Хотя, вы услышали, звонил кто-то, тоже нормальный тип. Что он там делает? И слова может как-то друг за другом логично выставлять, и фразы формулирует совершенно спокойно, и раздражение свое достаточно так эффективно пытался удерживать. Ну, автор это, конечно, порадовал. Порадовал, очень красиво, хорошо, конструктивно поставил его на место. Это вот лучше любой истерики, лучше любого пранка. Вот четко и конкретно. Огромное спасибо. Респект автору. Друзья, не буду ничего комментировать, скажу лишь в двух словах, что действительно через суд это все решить гораздо выгоднее, интереснее и, самое главное, эффективнее и законно. Вот. И не надо думать, что решение, как они говорят, в добровольном формате, это когда с банком договариваешься, а в недобровольном это через суд. Глупости. Нет ничего лучше для простого человека, как решение через суд. Суд для нас благо. Почему? Пожалуйста, на наш сайт, на сайте выложено видео, как устроена работа кредитных юристов компании LAM, как мы помогаем нашим клиентам. Ссылочка на наш сайт в описании этого ролика есть, да и любого другого. И посмотрите, пожалуйста, видео. Также кликабельная подсказочка в правом верхнем углу выходит. Вот она. Смотрите видео, начинайте понимать, как устроено все на самом деле, как можно создать условия, когда банку будет выгодно отказаться от претензий. Да, не удивляйтесь, так сделать можно. И жить спокойной, размеренной жизнью. И когда вам говорят, что вы должны, а вы знаете, что вы нифига не должны, как в нашем конкретном случае, 140 брал, 165 отдал, и ох, целых 15 тысяч переплатили. Ну, переплатил же. И я могу, в принципе, с вероятностью в 99% предположить, что если вот этот человек был бы нашим клиентом, то мы бы сделали так, что банк в суд бы даже не пошел. То есть до суда бы банк отказался бы от претензий. Конечно, бумажку бы он не прислал, что я отказываюсь от претензий. Да, они бы продолжали звонить, но официальной претензии бы не было. Официальная претензия – это иск, судебный иск. Потому что нарушенные договорные отношения в цивилизованном государстве, вот эти конфликты должны решаться цивилизованно, именно в суде. Если в суде никто не доказал наличие долга, то этого долга и нет. И то, что они там звонят, как вот сказал автор, меня ваши звонки не напрягают. Вот и все. И наших клиентов эти звонки тоже не напрягают. И почему коллекторов нужно, собственно, игнорировать? Вы, кстати говоря, можете совершенно спокойно узнать, подписавшись на наш канал, посмотреть с десяточек роликов, и все поймете. Нечего их бояться. Ни сотрудников банка, ни коллекторов. Потому что устный формат общения вас ни к чему не обязывает. Все претензии должны выставляться письменно. Кстати, хочу порекомендовать вам обращение Кузнецова Дмитрия, руководителя компании «Лям», к подписчикам, клиентам, гостям этого канала. Нам несколько роликов, из них уже сделан целый плейлист. И четко, конкретно я там отвечаю на вопросы своих клиентов. Прямо конкретно. Каждый ролик, конкретные ответы на вопросы развернуты. И очень интересные, я думаю, должно вам быть. Ссылочка на плейлист, кликабельная подсказочка, выходит в правом верхнем углу видеотрансляции. Посмотрите, вот она. Заодно со мной познакомитесь. Поближе увидите, кто я, да что я. Как выгляжу, в всяком случае. Сможете мне в глаза посмотреть. А вот. Ну и еще раз напомню вам, друзья, если вы хотите встать под юридическую защиту, если вам нужна помощь квалифицированных, высококвалифицированных специалистов, обращайтесь к нам совершенно спокойно. Мы, компания «Лям», это один из крупнейших юридических операторов на территории Российской Федерации. Мы работаем по всей России, где бы вы ни находились. Все, что вам нужно, это наличие интернета. И вы можете стать нашим клиентом. Как? Если вас это озадачивает каким-то образом, то, пожалуйста, посмотрите видео на нашем сайте. Все поймете. Ссылочка на видео, вот сейчас в правом верхнем углу, кликабельная подсказочка. Вот она. Посмотрите видео, поставьте заявочку на сайте, в форме на сайте. Запишите телефон, с которого мы вам будем звонить. Он указан в правом верхнем углу. А на самом сайте эти циферки себе в память телефона запейте и ждите звонка наших специалистов. Мы позвоним в рабочее время по московскому часовому поясу. Кроме субботы и воскресенья. Не пропустите звоночка. Позвонят наши юристы, пообщаются с вами на предмет того, чтобы вы стали нашим клиентом. Единственная просьба. Посмотрите, пожалуйста, видео. И тогда в этом случае мы с вами будем, как говорится, на одной волне. Вы будете понимать, что мы вам предлагаем. И наши юристы совершенно спокойно, уже с пониманием с вашей стороны ситуации, смогут вам на оставшиеся вопросы ответить. На этом, я думаю, все. С этим роликом, пожалуйста, поставьте лайк. Ролик этот заслуживает не одной сотни лайков. Как можно больше лайков. Поделитесь в соцсетях, репост в соцсетях. Ссылочка на группу ВКонтакте, конечно же, у нас есть в описании этого или любого другого ролика. Вступайте в группу, там ролики все дублируются у нас. Ну и, конечно же, много всего интересного. Конечно, комментарии, друзья, пишите без комментариев. Никуда комментарии, очень всегда интересно читать. Ну и, что остается вам пожелать счастья, здоровья, финансового благополучия вам и вашим близким. Всего вам доброго, друзья. До свидания.